В выходные дни здесь начинается серьёзная работа. С раннего утра на старом Седанкинском аэродроме звучат военные песни и слышен заливистый лай собак. Собаководы, одетые в форму времён Великой Отечественной войны, репетируют вместе со своими четвероногими подопечными проходку в строю. Прямо! Моему кобелю пять лет. Он участник парада в честь 70-летия Победы в городе Владивостоке. И ежегодно участвуем на 9 мая, так называемую «Веопатруль» с другими собаками. Коллектив собаководов очень дружный. Здесь собрались настоящие энтузиасты своего дела. Ведь для того, чтобы достойно пройти в праздничном строю, надо долго и кропотливо работать. Причём делают это собаководы в свободное от работы время. Идея вахты памяти родилась 7 лет назад. Сначала владельцы собак просто поздравляли вместе со школьниками и студентами ветеранов. Впервые прошли в строю на параде Победы в 2015 году. И чувствовали себя победителями вдвойне. Сказать, что нам два месяца пришлось оббивать пороги всех инстанций, каких только было можно, это ничего не сказать. Девчата ходили, ходатайствовали. Их выгоняли открытым текстом. До истерических выкриков собакам не было на военном параде. Мы пробились. Шла историческая наша Катюша. И за ней с троем, с троем прошли восточно-орубийские овчарки. Сейчас у собаководов есть специальные площадки для репетиций, которые выделила администрация города. По будням занятия проходят у Элезиона по выходным на старом седанкинском аэродроме. И если с самого начала собаки пытались как-то проявить себя, то сейчас научились работать слаженно. Как только хозяева начинают маршировать и раздается песня, псы гордо поднимают морды и идут, не сбиваясь. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.